Казачья удаль Атмосфера праздника, любимые всеми народные песни, угощения, лихой задор участников состязаний – все это стало незабываемым для тех, кто побывал в этот день на конной базе в Горках. Казаки показали свою ловкость и профессионализм во владении шашкой, джигитовки, верховой езде. Некоторые моменты были явно не для глаз слабонервных. Пускай молодец. Молодец. Но казаки не только стреляют и скачут на лошадях. Даже самые, что ни на есть, потомственные. И среди них встречаются лирические натуры. Я видел чудо. Просто повезло. Река, бескрайнее, зеркальное стекло, пылающее солнце алым кругом. И отражения его сошлись друг с другом. Их только низкий берег разделял. Все длилось пять минут, а я стоял. Мы живые. Мы стараемся сохранить традиции наших дедов, передать их своим детям, что мы неряженые, мы никакое не неоказачество. Мы просто родовые кровные. И стараемся по крови передать свои традиции, обычаи и обряды. Ярким украшением праздника стали детские фольклорные коллективы, исполнившие фронтовые и казачьи песни. Выходила, песню заводила, просекнулась и заварила. Про завод, которого любила, про завод, чьи письма берегла. Выставка ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны, предметов казачьего быта, одежды, оружия – все это стало изюминкой мероприятия. Особенно интересно было мальчишкам. Можно было забраться в кабину и почувствовать себя водителем, к примеру, военного Виллиса. На нашей базе мы уже не первый год занимаемся тем, что воспитываем в нужном патриотическом духе нашу молодежь. Нами создана конная секция бесплатная для детей, где они занимаются верхом, изучают быт казачества, в том числе его историю. Тот, кто просто приехал посмотреть, остался очень доволен увиденным. Посмотрели на казаков, на их удаль. Гордость у нас за наше казачество молодцы, возрождаются, это очень хорошо. Я думаю, что нашу молодежи это полезно будет и посмотреть, и вообще поучаствовать. Я считаю, что таких мероприятий надо почаще.